И теперь еще о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию. На прошедшей неделе о мечи поразила история о девочке, которая после нескольких лет жизни в приемной семье хочет забрать родная мать. И закон на ее стороне. Оказывается, случаев, когда детей разлучают с близкими им людьми, немало. Дмитрий Ковалев расскажет о таких драматичных историях. Места за столом для этой семьи не хватает. Здесь четверо маленьких детей. Самый старший – 8,5 лет. И Лена – единственный неродной ребенок. Когда девочке было 3 месяца, опекуны забрали ее из тюремной больницы. Родная мать получила срок за убийство и обратилась к знакомым с просьбой воспитывать дочь, пока она не освободится. Это мое, я ее носила, я ее родила, понимаете, я жила с этим 7 лет. 7 лет я жила, я ложилась и вставала с одной мыслью, чтобы мне семью свою наладить, что ребенок у меня там растет. Но опекуны отказываются возвращать ребенка родной матери. За 8 лет полюбили девочку и считают, что сами могут дать достойное воспитание и образование. Но органы опеки непреклонны. Они мне говорят, Татьяна Айвальевна, в пятницу к 10 часам привезите ребенка сюда, соберите ребенку вещи и привезите ребенка сюда для передачи. Я говорю, я ребенка не отдам, я ее воспитываю. Я говорю, она мать родила, да, я это понимаю. А я ее вырастила. Ей 8 лет и 7 месяцев. Я ее вырастила. Тут и все меня любят. Вова плачет, когда он узнал об этом, он меня приедет, заберет, он плакал. Вара плакала, сказали, мы тебя не отдадим никому. Взрослые просто не смогли договориться о встречах с ребенком. И теперь две семьи не общаются. Биологическая мать не лишена и не ограничена в родительских правах. А значит, опекуны незаконно удерживают ребенка. В ситуации, когда взрослые не смогли найти общего языка, будет разбираться суд. Я осознала, что ошибку хочу своих детей назад вернуть. Ошибка Елены Горбановской – алкоголь. Она лишена родительских прав. Пить женщина начала после гибели мужа и пожара, который уничтожил их дом. Двух малышей воспитывала ее родственница. Ольга Смоленцова почти три года растила дошколят. Но однажды воспитатели увидели на ноге старшего из братьев синяки. После этого детей у опекунов забрали. Завели уголовное дело. Потом мне выдали на руки бумагу, что состава преступления нет, и то есть моей вины нет. И, ну, в общем, как бы все. Я на основании этой бумаги адвокат не составила исковое заявление. Я подняла его в опеку, чтобы, ну, что незаконно меня лишили. Меня, значит, отклонили. Детей не вернули. Они сейчас живут в другой семье. Единственный шанс снова встретиться с мальчиками – восстановление родительских прав матери. Но на это нужно время – минимум полгода. Примерно столько же своих детей не видела Зухраба Киева. Органы опеки признали, что ее дом просто опасен для малышей. За семь месяцев они сменили три места жительства. Сначала мы поехали в гармонию, потом нас отвезли, ну, какая-то женщина взяла опекунство, потом взяла опекунство моя родная тетя. Ну, вот мы у нее жили, ну, где-то четыре месяца. Когда идет период адаптации, о развитии психики, о развитии личности сложно говорить. То есть настолько, насколько психика ребенка адаптируется, в этот момент, естественно, могут страдать умственные способности, специальные способности, да. Ну, и те закономерные этапы развития, которые предполагаются возрастом. В родной дом дети вернулись только после того, как мать смогла найти работу, сделала ремонт и заручилась поддержкой близких. У меня были нервные срывы, у меня были два, хотелось совершить два суицида, но я брала себя в руки, поддерживал меня сын мой старший, соседи, сестры, телефоны, звонки родственников, отец. Вот дети меня поддерживали, говорили, что мама, мы тебя любим, мы тебя ждем. Дмитрий Ковалев, Евгений Русенко и Дмитрий Головко. Омск здесь.